мне просто-напросто вот я сам с харьковской области прожил в харьков ну воевал чуть-чуть где вы воевали в донбассе где в каком населенном пункте конкретно первомайск первомайск мы с вами могли встретиться я был под попасной не могли мы не могли встретиться там золотое молодежная и первомайск в каком году вы были в первомайске 14 14 этом году но я тогда еще не занимался ну точнее пытался что-то сделать но еще не было так сказать я вообще вооружением занимаюсь очень приятно я знаю что ты обрадуешься вячеслав ты есть в миротворце да и а как ты там обозначен при задержании расстрел на месте нет я имею ввиду как тебя зовут ты же в миротворце все равно есть да ну вячеслава фамилия как дмитрий енков дмитрий енков и потом еще отчет писать вот и ты там есть миротворцы понятно а что ж ты так быстро ушел из первомайска что не имел возможности попасть под мою какой-нибудь снаряд там или какой-нибудь устройство попадал я ушел раненый ушел это хорошо а что у тебя за ранение я понял слушай ты знаешь что это такое вот это у тебя вот такая штука не прилетала нет нет такая не прилетала а какая прилетала 82 прилетала а 120 это контузия была у меня контузия была у тебя я понял и по ранению ты ушел демобилизовался я пошел просто пять тысяч у меня было рублями и я пошел на россию а то есть заплатил деньги и стал гражданским человеком еще не стал ты еще все еще числишься во втором вот этом вот на корпусе я украинец числишься и я был украинцем я останусь украинцем да ну и воевал на той стороне это самое в составе вот этой вот лугандонии что ли ой это грубо да я луганск защищал от кого ты защищал от украинцев а ты сам украинец от самого себя защищал тебе не кажется что тебя там контузило так не по-детски ты моя недоработка точнее вот молодцы наши что они но у тебя руки ноги целы но пока целы ну это да ну паховая область да да понятно не ну прикольно но это уже воспитали хоть немножко не наши конечно молодцы что тебе вставили хорошо я в афгане воевал и здесь на передке я пробыл жалеешь что тебя не убила сейчас бы не мучился бы да жалею но вот видишь недоработали наши и моя недоработка не недоработали здесь в россии то же самое разворачиваться и нагревают элементы вся хуйня все так а за что ж ты тогда воевал дурачина ты ну ты же дурачи и ну можно сказать да сейчас я понимаю это просто поднимаю бухаешь конечно ну вот видишь вот все в ю каждый день ну вот видишь брат ты кровь когда-нибудь видим ну конечно от моего оружия и 200 и 300 да конечно у меня 4 моих друга погибли на этой войне ну а видишь а я не пью я наоборот делаю такие вещи чтобы наших военных выводить из-под огня противника из-под ваших же мрази хорошо ну классно конечно тебя вывести нет тебя уже тебя уже вывели все вот и все один вопрос был один вопрос ответ скажи пожалуйста там под попасной ничего не могу сказать тебе и с тобой общаться я не буду подожди у меня один вопрос только к тебе там под попасной был убит мой друг иван иванович дегтярь из орудия рапира осколочно-фугасным снарядом рядом разорвался и он погиб что ты сейчас рассказываешь откуда там были рапины я тебе говорю что 13 февраля рапира работала по позициям нашего сорок третьего батальона откуда там взялась рапира скажи это же россияне были правильно российский экипаж откуда рапира там взялась я даже не знаю этих пушин правильно потому что это и местное быдло а это работал именно россиянский расчет этого орудия мт-12 рапира 100 миллиметров у вас там не было рапир какие у вас рапиры о чем ты говоришь у вас же там не было рапиры короче все я понял не надо меня братом называть ого 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 что ты брат мне ты брат нашел я в чат рулетки тут брата я нашел не понял я бандера ну конечно спасибо за комплимент вот бандерой называй меня мне очень приятно вот братом то есть мы выяснили что у ополчения у вас у быдла не было рапиры вот что это россиянцы но я так и я знал что это российский расчет орудия рапира ну не знаю как ты знал но я несложно догадаться несложно догадаться бандера я не буду больше разговаривать с тобой уважаемый человек нехай счастить меня зовут александр александр беспалый я рад что ты это понял нехай счастить нехай счастить